Еще одно интересное исследование, это исследование, которое посвящено более фундаментальным вопросом того, каким образом активность в головном мозге сочетается с ранней поведенческой активностью животного. В более ранних исследованиях, в той же самой сенсорной коре, мы показали, что вспышки активности в головном мозге возникают как результат миоклонических подергиваний, которые характерны для новорожденных крысят, а также и для плода человека и нутра. Еще раз напомню, наше исследование во многом направлено на излучение ранней физиологии центральной нейросистемы, то есть тех процессов, которые происходят еще и нутра у человека. И вот так же, как и у крысят, у человека наблюдаются миоклонические подергивания или более комплексные движения, которые мы анализируем на модели крысят. И вот в последней работе, которая сейчас делается, результаты еще не опубликованы, получается довольно интересная вещь. Вот эти вспышки активности, мы раньше знали, что они сочетаются с движениями, что движения запускают вспышки активности в мозге. Эти движения очень важны, на самом деле, для развития мозга. Оказалось, что само по себе движение, на самом деле, значит сравнительно мало. То есть вот эти подергивания, эти двигательные активности спонтанные, возникающие в двигательной активности, возникающие спонтанно у голода или у новорожденного крысенка, довольно с малой эффективностью запускают вспышки активности. Для того, чтобы вспышки запустить в коре головного мозга, необходимо, чтобы состоялся контакт между тем, скажем, рукой, которая произвела движение. Необходимо, чтобы она коснулась чего-то. Это очень важно, если ты подумаешь. То есть само по себе движение, свободное движение, имеет сравнительно мало смысла. Необходимо, чтобы это движение сопровождалось контактом. И вот в натуральных условиях этот контакт обеспечивается за счет того, что когда дергается крысенок, он касается своими конечностями внешних объектов, которыми могут быть, например, подстилка гнезда, в котором находится крысенок, или его соседние братья, или мама. И не менее важны оказываются движения, которые крысенок испытывает со стороны, в результате касания его со стороны его братьев или его матери. То есть получается для того, чтобы обеспечить нормальный физиологический уровень активности в мозге, который необходим для нормального развития мозга, необходим постоянный контакт с внешней средой. И более того, очень желательно для того, чтобы происходила стимуляция самоценсорной коры за счет прикосновений, ну скажем так, чтобы мама почаще ласкала своих детей. И этот тактильный контакт, он будет очень-очень полезен для развития нервной системы.